Здесь сделано все для удобства и на сегодняшний день достаточно площадей. Вот Тимирхан Балат сказал, что было принято решение и облагородить подвал для того, чтобы была какая-то зона. Основными направлениями работы ДВС являются развитие международного сотрудничества и образование с учетом приоритетов стратегии интернациализации КФУ. Изначальная задумка состояла в том, чтобы в одном пункте иностранные студенты могли решить все вопросы, связанные с миграционным учетом, продлением ВИЦ, получением документов и справок. Собственно, здесь реализована концепция, концепция функционального центра. Здание разделено на два блока. Мы находимся сейчас в здании помещения МФЦ. Для иностранных абитуриентов был запущен телеграм-бот с целью повышения их осведомленности о деятельности университета и облегчения процедуры приема. Раньше очереди в МФЦ выстраивались именно из-за принципа «я только спросить». Во избежание проблемы иностранному гражданину теперь приходят оповещения об окончании приема документов, в начале вступительных испытаний и других вопросах. Пуар-код, который ведет на страницу чат-боту в Телеграме. Соответственно, пройдя по пуар-коду, они попадают в меню. Чат-бот доступен на пяти языках. В рамках осмотра нового здания также состоялось совещание, на котором обсуждались задачи МФЦ на 2022 год. Среди них – повышение уровня локализации сервисов, организация аутсорсинга услуг по визовому сопровождению, иммиграционному учету, а также загрузка помещений новыми видами активностей иностранных студентов. Далее в ходе совещания были продемонстрированы дизайн-проекты нового корпуса КФУ, IT и киберфизические технологии и центра Иудаики. Нам нужно, чтобы данный центр был интегрирован в образовательный процесс, точно так же, как по центру исламика и по центру православия. На встречу также обсудили ход проектных и ремонтно-строительных работ в КФУ, экспедицию проректора по направлениям нефтегазовых технологий Даниса Нургалиева в Антарктиду, а также предложение к сотрудничеству с организацией «Космос-регион». Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Продолжение следует...